Всем привет! Пришло время для свежей порти новостей от команды Универтв. В студии я, Лилия Талипова, и мы начинаем. Высшая школа журналистики КФУ заявила о планах на будущее. Создатели кафедры журналистики увековечили в Казанском федеральном. Телеканал «Культура» посетил музей Казанского университета. 15 февраля в Казанском федеральном состояло заседание ректората. Повестка дня включила в себя рассмотрение образовательных технологий. Далее был обсужден рейтинг структурных подразделений, ход работы нового научного образовательного центра и ситуационного центра в КФУ, а также план мероприятий группы стратегического видения «Россия. Исламский мир» в 2018 году. Об итогах и подробностях прошедшего заседания мы расскажем в следующем выпуске. А теперь к остальным новостям. Высшая школа журналистики и медиакоммуникаций Казанского федерального университета презентовала свою дорожную карту. Как будет развиваться отделение Института социально-философских наук и массовых коммуникаций, вы узнаете в сюжете Артема Тупичкина. 15 февраля в Казанском федеральном университете состоялась презентация дорожной карты Высшей школы журналистики и медиакоммуникаций. Директор Высшей школы Леонид Толчинский представил стратегию развития отделения Института социально-философских наук и массовых коммуникаций ректору КФУ Ильшату Гафурову, проректорам университета и преподавательскому составу Высшей школы журналистики и медиакоммуникаций. Основными направлениями развития являются изменения образовательного процесса, расширение научно-прикладных исследований развития Института дополнительного образования и профориентации, расширение практико-ориентированной деятельности и взаимодействия с работодателями, а также содействие в работе Казанского федерального университета в продвижении его узнаваемости и цитируемости. Первая из задач — провести структурные преобразования. Для сохранения образования на национальном языке планируется объединить кафедры журналистики и татарской журналистики и преобразовать их в кафедру национальных и глобальных медиа. Тем самым мы усиливаем и нашу кафедру национальной журналистики, даем возможность обучающимся получать в программе дополнительные языки с ориентацией, конечно, на восточные страны. Это достаточно открытый такой сегодня рынок образовательных услуг, не сильно занят, но хорошо востребованный. Также одной из целей является и объединение кафедр теории практики электронных средств массовой информации и телевещания и производства. Они будут модернизированы в кафедру телепроизводства и цифровых коммуникаций. Новая кафедра получит больший простор для обучения искусства телевидения, так как сегодня это не только журналистика. В высшей школе журналистики и медиакоммуникации Казанского федерального университета на 2018-2019 года планируется ряд программ бакалавриата и магистратуры. Они будут реализованы по направлениям журналистика, телевидение, татарская журналистика и медиакоммуникации. После презентации ректор Казанского федерального университета Эльшат Гафуров заявил, что выпускники КФУ должны ориентироваться на самые высокие задачи. Есть две стадии. Одно дело, когда мы сами формируем рынок, да, сами как университет, и мы прогнозируем, говорим, какие специальности, давайте вот мы в этом направлении начнем работать, подготовим специалистов, и наши выпускники начнут формировать этот рынок новый. Это один подход. Другое, когда мы ориентируемся на предприятия, в целом бизнес, тогда предприятия должны быть топовыми, конкурентоспособными в мире, тогда под них можно подтягиваться. Теперь в Высшей школе журналистики и медиакоммуникации Казанского федерального университета необходимо реализовать поставленные задачи. В Казанском федеральном университете начались акзамовские чтения. Это ежегодная международная научно-практическая конференция. Призвана собрать теоретиков и практиков журналистики в одном месте. В ходе чтений было принято увековечить память создателя кафедры журналистики в Казанском университете. Подробнее расскажет Олег Кашин. Еще одна аудитория Института социально-философских наук и массовой коммуникации стала носить имя выдающегося человека. Аудитория номер 224 в здании Высшей школы журналистики и медиакоммуникации по решению ученого совета Казанского федерального университета было присвоено имя Флорида Окзамова. Напомним, что ранее одной из аудиторий Института также было присвоено имя. С сегодняшнего дня будет носить имя человека, который являлся лицом Казанского университета, который не более около 50 лет назад фактически заложил основы журналистского образования в нашем университете. Флорид Окзамов в 1972 году организовал отделение журналистики в Казанском университете и более 30 лет успешно управлял факультетом. Этого человека называют отцом казанской журналистики, ведь именно при его руководстве факультет стал известным центром исследований по теории и истории региональной, а также национальной журналистики. Кроме этого, сформированная в этих годах Казанская школа журналистики прославилась на всю страну. В условиях, когда университет позиционирует себя в таком в головолизующем научно-образовательном пространстве, когда равняется на ведущие вузы мира, сохранение вот таких традиций – это для нас очень важно. Открытие аудитории проводится в рамках ежегодной международной конференции «Окзамовские чтения», участие в которой принимают практики и теоретики журналистики. В этом году запланировано 70 докладов, а по итогам конференции состоится награждение победителей конкурса на лучшую научную студенческую работу. Олег Кашин, Роман Самарин, Универньюс. 15 февраля в Казанский федеральный университет прибыли делегации посольства Туркменистана и Исламской республики Иран в Российской Федерации. О том, как это было, ты узнаешь далее. 15 февраля в Институте филологии и межкультурных коммуникаций Казанского федерального университета состоялся визит первого и третьего секретарей посольства Туркменистана в Российской Федерации. В ходе визита состоялась встреча с гражданами Туркменистана, обучающимися КФУ. Были обсуждены вопросы комфортности проживания, оплаты обучения и их безопасности. Особым стал вопрос визового режима. Ранее руководство университета провело встречу с представителями Туркменистана и обсудили вопросы дальнейшего сотрудничества. В этот же день в Институт фундаментальной медицины и биологии КФУ прибыл советник по науке и начальник управления по делам иранских студентов в посольство Исламской Республики Иран в Российской Федерации. Проректор по биомедицинскому направлению Андрей Киясов представил у делегации мощнейший медицинский кластер, который представлен в университете, и был ранее оценен президентом России Владимиром Путиным. Также состояла встреча с иранскими студентами и сотрудниками. Диана Шилова, Владимир Нелюбин, Универньюс. Лицей имени Николая Лобачевского День Святого Валентина отметил с английской песней. 14 февраля прошел традиционный конкурс, подробнее о котором расскажет Олег Кашин. Лицей имени Николая Лобачевского Казанского Федерального Университета для своих учеников 14 февраля устроил настоящий праздник. В День Всех Влюбленных в лицее прошел ставшую уже традицией конкурс английской песни «Золотой мандарин». Участие в конкурсе принимали ученики 7 по 11 классы. Цель ребят выступить перед жюри и покорить их своим талантом, причем не только вокальным, но и умением играть на музыкальных инструментах. После почти месяца репетиций ученики могут вздохнуть спокойно, ведь результаты уже объявлены, а эмоции получены. А самое главное, что в такой форме лицеисты дополнительно учат английский язык. Олег Кашин, Роман Самарин, Ленардо Влетьяров, Универньюс. Моя любовь, Россия. Именно под таким красивым названием выходит программа на телеканале «Культура». Съемочная группа объезжает различные города и регионы России, чтобы снять программу о культурных традициях разных народов. Наш корреспондент Анна Глазунова побывала на съемках этой передачи, которая проходила в этнографическом музее КФУ. Здравствуйте. Я Пьер Кристиан Браши. Это программа о России. Съемочная группа телеканала «Культура» на этот раз посетила Казань. Одной из площадок съемки программы «Моя любовь, Россия» стал этнографический музей Казанского университета. Это, на мой взгляд, совершенно новый подход, поскольку никто никогда не сделал в серии передач о богатстве музеев России и о том, что находится в краеведческих музеях, в университетских музеях, как здесь. Съемочная группа всегда готова отправиться в различные уголки страны, чтобы познакомить зрителей с необычными и интересными местами людьми. Если мы знаем более-менее, что есть в Эрмитаже, что есть в Русском музее, что есть в Мурии Пушкина, в Москве, что есть в Тортиковской галереи, есть богатство в регионах, которое совершенно неизвестно, и это богатство надо показать. Темой программы, которая сейчас готовится к выпуску, стали ювелирные украшения татар. Подготовка к съемке – дело непростое. Нужно правильно настроить свет, камеры, микрофон. Директор этнографического музея КФУ Елена Гущина стала гостей программы «Моя любовь, Россия». Она рассказала об особенностях татарского народа и чем уникальны были их ювелирные украшения. Анна Глазнова, Владимир Нелюбин, Универ Ньюз. Это были все новости на сегодня. Не забывай следить за нами в социальных сетях. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok